Привет, друзья! Я снова рад вас приветствовать у себя на кухне. Хотя, конечно, повод сегодня не самый радостный. Так как коронавирус уже добрался и до России, и количество заболевших госпитализированных растет, то все мы, в общем-то, должны соблюдать предписания, оставаться дома и как можно меньше контактировать с другими людьми. Потому что и мы можем заразиться, и мы можем кого-нибудь заразить, при этом чувствуем себя совершенно нормально. И если буквально еще две недели назад мы с папой разосно снимали репортаж в ресторане «Шинок» прекрасном, то теперь уже, по-моему, с понедельника рестораны будут закрыты на карантин на какой-то срок, и всем действительно лучше сидеть в это время дома. Но это, конечно, не повод предаваться унынию, грусти, печали, потому что чем больше людей будет сидеть дома, тем скорее эта пандемия пройдет. У меня для вас есть отличные новости, потому что у меня есть прекрасный друг в Китае, Валера, который уже лет 16, по-моему, преподает китайским детишкам в школах английский язык. Мы постараемся с Валерой сделать буквально на днях, записать разговор по скайпу, вот, и тогда он вам сам расскажет об обстановке, но я вам могу сказать следующее. Если вы сейчас посмотрите на карты распространения коронавируса по планете, то вы увидите, что в Китае как раз его все меньше и меньше. Валера, конечно, живет не в Ухане, он живет в Нанкине, но там тоже было все очень сурово, вот, и сейчас обстановка нормализуется, уже даже, по-моему, не меряют температуру, скоро откроют школы, и жизнь войдет в нормальное русло. Надеюсь, что все точно так же будет и в России, и в других странах, которые пострадали от этого злобного вируса, но мы действительно должны сидеть дома или, по крайней мере, находиться в тех местах, где мы не контактируем с другими людьми. Но, конечно, прежде чем засесть дома, все кинулись делать запасы. Я честно не понимаю, зачем люди скупили гречку. Ну, туалетную бумагу, это еще можно объяснить, потому что, как утверждают врачи, при коронавирусе у некоторых заболевших могут наблюдаться расстройства желудка, да, и, соответственно, туалетной бумаге нужно больше. Но я думаю, что люди ее закупали для того, чтобы пореже выходить из дома, и в этом есть логика. Но закупать гречку, чтобы пореже выходить из дома, это, я считаю, странным, потому что, ну, во-первых, через какое-то время ты сбежишься, если ты будешь есть одну гречку, вот, а потом есть же огромное количество всех других продуктов, которые тоже можно купить, ну, не впрок, ну, хотя бы, там, не знаю, на неделю-две, там, вот, и прекрасно при этом себя чувствовать и разнообразно питаться, да, то есть я вот сегодня, честно, сделал вылазку в супермаркет. Согласно правилам я взял с собой бутылочку со спиртом небольшую, эту одноразовую салфетку, и очень тщательно я протер ручку тележки, потому что ручки тележки являются одним из самых больших источников вирусов, так же, как и деньги, то есть вот в супермаркетах деньги и, соответственно, ручки тележек. Деньги протереть спиртом нельзя, но поэтому всех призывают расплачиваться карточкой, желательно бесконтактной, желательно, чтобы не набирать вот этот вот пин-код. Я не стал покупать гречку, я даже не знаю, есть ли она у нас вообще в доме, потому что едят ее достаточно редко. Я, например, пополнил запасы морковки, да, вот я купил морковку, но это не вся, это я так положил на стул, да, я купил картошки, я купил луку, да, почему? Потому что еще с советских времен, я помню, да, когда не было овощей и фруктов круглый год, они появлялись, ну, именно с началом сезона, то круглый год, по крайней мере, была морковь, и мама всегда просто брала морковь, чистила, натирала на терке, резала лук, поливала подсолнечным маслом, и у вас получался прекрасный витаминный салат, который вы можете позволить себе и сейчас. Морковь хранится достаточно долго, вот, поэтому если вы боитесь, что помидоры испортятся или, там, не знаю, огурцы испортятся, да, пейте побольше моркови, лука, и это будет очень полезный салат. Еще одним прекрасным блюдом, замечательным, вкусным является, соответственно, квашеная капуста, которую делает мой папа, рецепт на канале был, ссылка, если хотите, я в конце ее напомню, вообще заглядывайте в описании ролика, там всегда есть полезная информация, и, скорее всего, будет этот рецепт, да, то есть, квашеная капуста, ее даже Роспотребнадзор, по-моему, поставил на первое место, как продукты, которые восполняют недостаток витаминов весной, то есть, весной квашеная капуста, это прям то, что вам нужно, никакая гречневая каша вам витаминов не даст, вот, ну, еще такой маленький лайфхак, я в последнее время полюбил очень покупать вот эту вареную свеклу, уже готовую, потому что у меня в доме все любят винегрет, делается он очень просто, но со свеклой все-таки возни чуть побольше, да, то есть, ну, во-первых, и чистить, да, вот это все, это руки в крови, этот триллер, этот, вот, и просто я не нашел нарезанную, я обычно еще и кубиками нарезанную уже покупаю, то есть, я такой читер, да, вот, но такая тоже прекрасная, она стоит не очень дорого, вот, и, ну, такой городской лайфхак, я понимаю, что жители регионов, которые, где, может быть, нет в супермаркетах нарезанные свои свеклы, они сейчас смеются над избалованными москвичами, ну, мне так удобно, да, ну, и соленые огурцы, да, так как у меня кончились эти, то, что мы там заготавливали, ну, вот, я купил, у нас, в принципе, в супермаркетах бывают неплохие соленые огурцы, действительно соленые, в таких пластиковых штуках, да, то есть, вот это, как бы, нормальный вариант, но, конечно, мы помним, что у меня есть прекрасный папа, а родители, это такие люди, которые, для которых мы дети, да, мы дети всегда, то есть, они всегда о нас помнят, заботятся, и всегда относятся к нам так, как будто мы еще маленькие, и папа, папа, он, вот, мы живем отдельно, да, у меня своя семья, там, жена, все пироги, но папа до сих пор считает, что я как-то плохо ем, у меня не хватает еды или еще что-то, да, особенно было тяжело, когда не было никакого карантина, и мне приходилось постоянно ходить в ресторан, да, и вот, и потом еще приезжал папа, и привозил какую-то еду, я говорю, пап, ну, слушай, ну, это невозможно съесть, да, потому что я хожу в ресторан, там, я приношу что-то, да, еще что-то, да, они присылают домой, потому что я доставки дегустирую, да, ну, ну, полно еды, он говорит, нет, вот, мне всегда было дико неудобно, конечно, вот, и что делать, но теперь, да, когда рестораны закрыты, помощь папы оказалась, ну, прям очень кстати, да, ну, во-первых, папа еще неделю назад, еще до того, как всем сказали, что нельзя общаться, там, еще что-то, да, он, во-первых, мне привез банку капусты, значит, и, если вы помните, мы ходили же в шинок, и мы там две вещи, которые нам больше всего понравились, да, это укропно-чесночная настойка, и это знаменитый смалец от Елены Николаевны Никифоровой, шеф-повара, которого делают уже много лет, так называемое крученое сало, вот, но папа, он же всегда живет под девизом «можем повторить», но не вот, не вот это вот, когда мы там еще раз войдем в Берлин, да, вот без этого, да, давайте, да, мы же мирные люди, мы за мир, мы ни на кого не нападаем, а можем повторить рецепт, можем повторить какое-то хорошее дело, да, какое-то действие, там, еще что-то, да, и поэтому папа решил воспроизвести эту самую укропно-чесночную настойку, и он ее воспроизвел какие-то рекордно короткие сроки, вы, естественно, видите уже не полную бутылку, потому что я не мог дождаться дня съемки, я, конечно, ее попробовал, жена тоже попробовала, нам это все очень понравилось, вот, и папа сделал, соответственно, крученое сало, ну, честно говоря, в шинке, в крученом сале, по-моему, присутствовал немножко больше вот сала, которое было с мясом, папа эту технологию не соблюдал, поэтому она у него получилась чуть более жирным, да, немножко другой цвет, и он туда не добавлял специи, да, то есть Елена Николаевна, по-моему, добавляла там перец, еще что-то, еще что-то, да, но, тем не менее, получился потрясающий и вкусный продукт, вот, поэтому сейчас я тут вместе с вами, я надеюсь, у вас на столе тоже что-нибудь стоит, сейчас я вот это родительское, соответственно, этот крученое сало, намажу на хлебушек, да, кстати, о хлебушке, еще один важный момент, я вам сейчас покажу, забыл приготовить, вот я вам достал, вот я вам достал хлеб, да, из холодильника, точнее, из морозильника, потому что он, вот, он не засохший, он на самом деле замерзший, я объясню, почему, да, я тоже хочу минимизировать свои походы в супермаркет, потому что все равно риск какой-то есть, да, а чтобы это минимизировать, ну, хлеб мы все-таки льдим достаточно часто, да, и хлеб просто так у вас в доме храниться долго не будет, да, я не умею, к сожалению, печь, потому что иначе бы я пек хлеб, вот, кстати, надеюсь, может быть, кто-нибудь из моих зрителей умеет печь хлеб и поделится рецептами, а я, соответственно, радостно попробую это повторить и поделюсь, соответственно, с вами, но не суть, значит, мы с женой когда-то в 90-х жили в Израиле, и там же Пейсах, ну, то есть Пасха соблюдается очень жестко, особенно в Иерусалиме, то есть из магазинов исчезает все так называемое квасное, там, пиво, хлеб, вообще все, ну, и, конечно, наши люди всем заранее запасаются, да, но если пиво вы можете хранить в холодильнике, то хлеб как? Не, они давно приспособились, просто берется самый свежий белый хлеб, запихивается в морозилку, и прекрасно там, он лежит там, ну, две недели и так далее, потом вы его просто кладете, оттаиваете, все, едите, да, ну, он может не такой, как прямо с печи, да, но это прекрасный белый хлеб, да, поэтому, если вы хотите минимизировать свои походы, соответственно, в магазины и супермаркеты, то покупайте не гречку, которой вам там хватит на 200 лет, там, не знаю, или еще сколько-то, да, можете купить там два-три лишних батона хлеба и сэкономить себе два-три лишних похода в магазин, если вы в основном выходите сюда за хлебом. А что касается черного хлеба, да, то есть есть еще один вариант, мы же не забываем, что у нас на Руси очень популярны сухарики из черного хлеба, да, но вот я люблю такой круглый, да, но для него лучше, конечно, брать какой-нибудь там ржаной, бородинский, да, эти буханочки, да, режете, сковородочку там с солью, можно даже без этого, без подсолнечного масла, хотя я иногда, знаете, у меня там по принципу отходов дохода, я знаете, что люблю, например, пожарил котлеты, да, или пожарил курицу, и там осталось, ну, вытопилось какой-то жир или там сало, что-то вот это вытопилось, вот в этом, если пожарить сухарики черные, да, и с чесночком, то это будет на порядок вкуснее всех вот этих вот кириешек и всей этой прочей синтетической дряни, которая продается в пакетиках. Там в каких-то из них содержится манная каша, там я не знаю, что, я не знаю, с чего не сделан, да, когда ты сам себе назил шухариков, и главное, сухариков, вы можете наделать себе огромный таз, там, извести туда, там, несколько буханок этого черного хлеба, и тоже у вас этого хватит надолго, вот, и, ну, мне кажется, это все-таки вкуснее, вкуснее, чем гречневая каша, но не спорю, не спорю, если здесь есть фанаты гречневой каши, то, пожалуйста, конечно, кушайте на здоровье ее. Так вот, вернемся к папиному подкрученому салу, который я продолжаю намазывать на бутербродик, вот, и наполним рюмочку папиной настойки. Если вы заметили, я тут специально поставил микрофон, чтобы, наконец, нормально записать эти бульки. Это же самый классный звук, а его обычно хуже всего слышно. Что-то оно не булькало. Бутылку не-то взял, ну ладно. Ничего, будет без бульков. Друзья мои, я вам желаю, чтобы и вы, и все ваши друзья, и все ваши знакомые, как можно быстрее преодолели эту суровую полосу, когда надо сидеть дома, нельзя никуда выходить, вот, и все боятся, там, заболеть или заразиться. Я желаю нам всем, чтобы поскорее вся эта пандемия кончилась по всему земному шару, и, скорее всего, так оно и будет. Вот, поэтому сегодня, вот, во всех смыслах, со страшной силой за ваше здоровье. Да. Потрясающий продукт. Я тут себе еще капустки приготовил, папины. Ну, там что готовить? Лучка настрогал, маслицем покрапил. Ну, все, можно заслаждаться. Извините, что я жую в кадре, я надеюсь, что вы занимаетесь тем же самым. Не пугайтесь, сегодня не будет долгого распития и поедания здесь, потому что у меня нет задачи напитаться на камеру, да? Тем более, что продукт для дегустации у нас сегодня только один, и вкус его великолепен. Я думаю, что будет гораздо полезнее, если я сейчас по скайпу позвоню папе, и он расскажет, как он все это сделал. И вы тогда сможете тоже это повторить и немножко повысить градус удовольствия, хотя градус самого напитка чуть понижится. Огромное тебе спасибо за твою эту прекрасную укроповку и за твой этот прекрасный смалец. Слушай, а рецептом поделись, потому что ты же сделал какие-то рекордно короткие сроки, при этом это очень вкусная штука. Она немножко не похожа на ту, которую мы пили там, она, я бы сказал, даже ядреннее и как-то такая более духовитая, то есть ты, видимо, больше чеснока и укропа положил. Как ты это сделал? Ну, очень просто, потому что, когда мы там все эти вкусности ели в шинке, то нам сказали, что вот это основа укропа чесночная, ну и сказали, что туда еще что-то там добавляют, еще что-то добавляют. Но я всегда говорю, что у меня, в общем-то, все рецепты это немыслимо простые. Я решил, есть укроп и чеснок, так же, как хореновуху с изюмом, все, больше ничего, никаких ни, ни там, ни гвоздик, ничего там, ну ничего не добавляю. Я взял очень просто. Ну, вы видели, когда я делал хореновуху, я использовал для приготовления такую высокую банку, такую от гранатового сока. А на литровую. Ну, и всегда, когда я две бутылки пытался налить вместе с чесноком и со всем этим, когда делал эту чесночную, то есть укроп, как его, хореновуху, то всегда оставалось. И что это ее ни туда, ни сюда там вообще оставалось полстакана. И тут я увидел, что замечательно, я пришел в магазин, что я решил, после того, как нас угостили, я решил воспроизвести. Я пришел в магазин и думаю, дай-ка я сделаю тогда два рецепта. Сделаю вот укропно-чесночную и к ней, как они сказали, положено холодец. А к хореновухе сало, то, которое мы там ели, которое можно мазать на хлеб. Ну, значит, я поехал на рынок, купил это сало там. Вот. И пришел в магазин. И вдруг я увидел замечательное решение. Оказывается, деревенька, которую ты очень любишь, она продается еще в таких вот бутылках, где 0,7 или 0,75, я не знаю, сколько-то. И я подумал, как хорошо, так эта бутылка как раз войдет в эту самую мою баку от этого, от гранатов. И туда все эти специи туда войдут, и ничего не будет оставаться, и ничего не надо никуда делать. Вот. И это решение, конечно, мне сразу понравилось. Я решил сразу сделать, проверить, во-первых, одну вещь. Когда я вам, когда делал хореновуху, я сказал, а вот этот вот корень остался, да брошь в холодильник, да засохнет, не засохнет, все равно годится. Я решил, что дай-ка я им покажу, что я это делаю. И я, значит, во-первых, купил эти две бутылки по 0,7, это деревеньки. И укроп у нас в перекрестке, очень хороший укроп, там по 100 грамм такие вот, свежий-свежий. И он еще чем-то понравился, что он, ну, так-то его есть не очень хорошо, там длинные палки такие снизу. Но я-то подумал, что для закваски именно эти палки и нужны. И я тогда сделал очень просто, вот вам и рецепт совершенно. Я взял в эту воду, в банку от сока, отрезал ровно половину сзади от 100 грамм укропа, вот все эти палки какие-то, от эти нежные верхние ростки, они у меня потом пошли во всякие там, то, что я ем обычно еще. То есть грамм 60, да, сколько там я получил? Там 100 грамм было, я, ну, я отрезал, да, грамм 60 отрезал. Так, а сколько чеснока? А чеснока я положил туда, ну, не так много, вот поймена, как я хрена кладу, ну, 4 или 5 зубчиков таких, достаточно крупных таких, ну, не целую головку, это почти полголовки. Вот, и так же их мелко порезал, как я резал эту хрен. И вот залил я этой 0,7 деревенькой. А во вторую банку я достал из холодильника, совершенно засохший, как камень, корень хрена. Конечно, справиться с ним было очень сложно. Сначала его надо было как-то поскрести сверху, чтобы он там был. Он стал вдвое тоньше и плотный, как деревяшка. Но я потихонечку это отщепил от него там ножом, такие маленькие кусочки, ну, примерно, чтобы столько было, сколько я ее всегда кладу. Тоже положил туда этот хрен, тоже туда положил этого изюму и тоже залью туда этой 0,7 этой штуки. И вот, значит, и там нам говорили, что вообще они как-то берут в банку, кладут там эту большую жмень укропа, потом головку чеснока, там, и что-то 2 недели настаивают, и потом туда добавляют еще всякие специи, там, всякие такие. Ну, 10 дней или 2 недели, ну, что-то вот так. Вот. И даже не сказали в темноте, на свету. Я решил это сделать так же, как я сделал хреноволку. Я взял эти две бутылки и поставил на окошко, на свет, потому что то же самое, те же самые ингредиенты растительные, и нечего вообще тут иначе делать. Вот. И они у меня там 3 дня постояли на окне, и после этого я это все процедил. Ну, вот. И когда я это процедил, вот посмотрите, что получилось. Посмотрите, какого нежного цвета получилось. Чуть-чуть зеленеватая, такая прелестная. Вот единственное, что я вам скажу, что от деревеньки потом нельзя бутылку использовать. Она сделана так, что если ее открываешь, ее надо выпить все, она не закрывается плотно обратно. Да ладно, ты там просто, наверное, как-то сломал плотно. Не-не-не-не, все точно, она не закрывается плотно. Поэтому пришлось вот какие-то другие бутылки. И вот я вам покажу для контраста, а вот хреновуха, посмотрите она какая, какого она настоя, а пахнет так же, как и из свежего хрена. Так что вот так вот. Вот, ну, холодец, который я сделал к этим вот водкам, я вам уже показать не могу, съели. Но я думаю, и ты скажешь, что холодец ничего был, да? Холодец был великолепный. Вот. А сало, которое я сделал, я, значит, у меня там есть свои на рынке там места, там где я покупаю мясо. Там я купил для холодца там мясо и купил сало кусок. Ну, я его, значит, поймал в мясорубке, два раза пропустил. И туда тоже, значит, положил чеснок. Такой же, как я его, значит, взял там, ну, на, скажем так, на 300 грамм сала, да, я положил, ну, наверное, два зубчика чеснока, но я его сначала чеснокодавки раздавил, потом досыпал туда немножко соли и превратил вилкой в пасту. Как я это всегда делаю, когда использую чеснок. Вот. И, значит, после первого помола смешал это с салом и еще раз пропустил через мясорубку. Все. Я больше туда ничего не добавлял. Там было сало, чеснок. Перец, перец, перца не добавлял? Очень немножко, очень немножко. Немножко помолол туда вот перца, но очень немножко, потому что я как бы, ну, люблю какие-то такие чистые тона, а не такой, а вы можете туда и перец, и все, что угодно. Но это сало получилось, просто я не знаю, как тебе понравилось, да? Мне очень понравилось, отлично. Ну вот, и я, конечно, ну, сейчас же тут такая, знаешь, ситуация такая, что вот никто к кому в гости не ходит, никто ничего не делает там. Ну вот, а я и что-то, ну, что это, я все это наделал, и как же это, я тут буду это все поедать, а они там как? Ну, спасибо тебе огромное за все, что ты сделал. Вот. Я сейчас предлагаю налить по рюмочке и вот виртуально так в условиях карантина, значит, чокнуться. Жалко, конечно, что из-за этого карантина мы с тобой сидим дома, ты у себя, я у себя, то есть мы не можем выпить вместе, но я думаю, что тот метод, собственно, распития спиртных напитков в небольших дозах для поднятия настроения, он сейчас наиболее оптимален и может сохранить людям жизнь, потому что они не встречаются вживую. Если уж так надо сидеть дома, ну, значит, надо сидеть дома, поэтому давай себе накапаем по рюмочке, соответственно, вот я сейчас покажу, у меня же тоже вот и есть твой этот самый зеленый измин. А, у тебя такого же цвета, да. Я же перелил, все сделал, вот, и, соответственно, сейчас накапаю. Ну, вот я покажу, как я в эту же рюмочку наливаю, как обычную. Слушай, а какую-то деревеньку брал, просто обычную или какую? Я не помню, я бутылки выбросил, потому что они действительно не закрываются. Какая-то сибирская или что она там, я не знаю, какая-то. Хорошо. Так, ну что? Так, ну подожди, подожди. Ну, так я вот еще вот что. У меня что-то вот осталось баночка этого сальца. Посмотрите, как я на ножи немножечко взял. Вот как оно. А ведь только 20 минут, как из морозилки. Ты прямо с ножа будешь закусывать? Или ты на хлеб намажешь? Нет, нет, пожалуйста. Вот кусочек черного хлебушка. А я два намажу, один тебе. На. Спасибо. Спасибо, спасибо. Давай. Давай, давай, на. А, вот, все получилось. Все. Ладно, я не ешь пополам, я твою половинку тоже съем. Хорошо. Ну, давай. Ну, будь здоров, дорогой. Будь здоров, дорогой. Спасибо тебе за то, что ты есть и за все, что ты делаешь. Спасибо. Спасибо. До чего ж потрясающий продукт. И чесночок, и укропчик. Прям то, что доктор подписал. Вкусно. А ты свое сало уже все съел? Нет, еще осталось. Так что увидишь его потом на канале. Тоже, я, кстати, вспоминаю, как ты нам водку в стройотряд привозил. Да, конечно. Тогда было негде, то еще что-то. И я, как благодарный сын, да, то есть, как бы, ну, а что я тебе мог дать в стройотряде, где я был комиссаром? Да, я тебе, соответственно, подарил гигантский бюст Ленина, такой полутораметровый. Вот, потому что мне его подарили на день рождения, а, соответственно, девать мне его было некуда. Вот, помнишь, да, эту голову огромную? Да, я помню, мне дарили его прямо при тебе, потому что у вас было два бюста Ленина, вам каждый год выдавали нового. Это не нам, а этому пионерлагеру, которому мы строили новый корпус. Они каждый год обновляют, да. Когда у меня был день рождения, мне подарили этого полутораметрового огромную голову Ленина, и я ее не знал, куда ее девать. Поэтому я ее отдал тебе, чтобы ты ее куда-нибудь утилизировал. А ты, кстати, помнишь, куда твои дела-то в итоге? Так я тебе расскажу. Мы с матерью ехали обратно. Понимаешь, что я сейчас где-нибудь съеду на обочину, отнесу в лес и поставлю лоденек. И представляю себе лицо людей, которые грибы собирают, а тут на тебе и лечь. Это такой тест крепкий, или у вас сердце, да? А потом я его попробовал вытащить, его трудно было. Он там на заднее сиденье в лес, но его вытащить трудно было. Я тогда решил сделать иначе. Я его отвез. А у меня были всегда ключи от хачатурянского гаража. Я... А там... Он такой был капитальный, там с ямой, там с обогревом. Да, 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 да. Ну, когда ты приезжаешь на машине, ты открываешь ворота, открываешь, у тебя тут распахивается, ты там въезжаешь. Ну, вот я взял, приехал к хачатурянамский гараж, открыл двери, поставил перед дверью табуретку, которая сзади стояла, и на нее поставил этот бюст Ленина. Закрыл, ничего ему не сказал. Через несколько дней, а хачатурян туда не каждый день приезжал, это так. Ну, вот он его использовал скорее, там вот зимой иногда посушить машину. Там тепло было, он отапливал. А я-то его использовал часто, там починить что-то или что-то, яма, там все замечательно было. Вот. Мне это он очень подходил. Вот. И он мне вдруг звонит, и у него трясущимися губами мне говорит, а Ленин? Я говорю, что Ленин? Он говорит, я открыл ворота гаража, передо мной Ленин на постаменте. То есть великий дирижер имеет все шансы скончаться на 20 лет раньше, благодаря тебе. Хороший ты друг вообще. Ну, шутки у нас были такие, мы же это, как там? Он тебе не отомстил потом, нет? А? Он тебе не отомстил потом? Слушай, я тебе другое расскажу. Эти же добрые люди мои, бойцы моего строя отряда, они же мне как комиссар, они когда увидели, что куда-то голова Ленина пропала, которую мне подарили, они мне подарили вторую. То есть они сказали, вот, вторая, забирай, а у нас же в авиационном институте была старая традиция, что если тебе в строя отряде что-то подарили, ты обязан привезти домой. У нас так был случай, когда в Новом Уренгое чуваку подарили какую-то железяку от самого какого-то трактора или крана какого-то, не помню. И он ее пер домой, она весила какое-то дикое количество килограмм. Вот, а когда он ее допер, там, на поезде еще как-то там, ну, через всю страну, да, из Нового Уренгоя, значит, через три дня к нему пришли менты и сказали, что, значит, к нам тут из Нового Уренгоя, значит, прислали там ориентировку, что вы украли какую-то ценную деталь от экскаватора, вот, либо вы ее вернете в течение, там, двух дней, да, либо мы заводим уголовное дело. И он ее пер обратно, вот, но у меня было веселее, потому что, соответственно, мне эти добрые люди подарили еще один бюст Ленина, вот, а мне он страшно мешал, да, потому что, ну, знаешь, когда он у тебя стоит, да, вот, там, где ты спишь, он тебя смотрит с этим прищуром, ну, как-то спать сложно, вот, но меня девчонки, кстати, просили сделать сушилку в женском душе, им там не начиналось тряпки сушить, вот, и, короче, кончилось с тем, что я его поставил ему в душ, вот, а у него здоровенный такой огромный же лоб, да, и они там, раскладываются эти трусы, чулки, там, еще что-то. Да я-то, когда приехал, он и стоял там, стоял, А, и он из душа выдал, что ли? У него на голове были там лифчики, трусики и так далее. А, да, 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 да. И на плечах. А, значит, я этот отдал, все, я понял, а тот у меня. Я попросил их снять, чтобы я уж не с этим уносил, так что это... Нет, если бы ты поставил в гараж кучу суряну, соответственно, голову Бюст Ленина, да еще с трусами на голове, то это, конечно, я думаю, ты бы его добил точно. Хорошие времена были. Спасибо, папа, спасибо тебе огромное, спасибо, что ты есть. Давай, на связи. Сегодняшнее видео не будет особенно длинным, потому что и Facebook, и YouTube, и даже сотовые операторы призывают к тому, чтобы все-таки люди засоряли эфир поменьше, потому что сейчас очень многие люди сидят дома, трафик вырос, всем не хватает. Гораздо важнее, чтобы этим могли пользоваться люди, которым это действительно нужно, чтобы этим могли пользоваться спасатели, медики, для того, чтобы реально оказывать помощь. Поэтому большие развернутые дегустации мы немножечко отодвинем пока, да. Я думаю, что не очень надолго. И еще у меня для вас есть один такой сюрприз, такая домашняя заготовка. Дело в том, что когда мы с папой снимали рецепт его блюд, мы сразу снимали несколько, да. И я их чередовал между какими-то другими сюжетами, ну, чтобы канал отличался разнообразием. Так вот, у меня в архивах остался прекрасный папин рецепт, его фирменного салата из кальмаров. Вы там увидите, у меня даже как бы стрижка длиннее, да, то есть мы снимали это еще зимой, когда никакого коронавируса не было, и когда можно было вполне общаться с пожилыми людьми, которые находятся в группе риска, да. Поэтому сейчас я не рискую снимать что-нибудь с папой, да, но в следующий раз я выложу тот рецепт, тот, который был снят, тогда, когда общаться было можно. Я очень надеюсь, я повторю это, да, что вот этот период, когда нам можно только оставлять родителям там под дверью еду, или они могут там нам что-то, то есть нельзя общаться, нельзя ничего передавать и так далее, это не будет долго, это закончится, и большинство людей выздоровеют. И мы забудем об этом коронавирусе, как о страшном сне. Очень нам всем этого желаю. Также я буду признателен за ваши советы и рецепты, чем заниматься во время вынужденных каникул, что делать дома, что приготовить, что попробовать. И, конечно, по скайпу качество связи не очень, но я думаю, что если среди вас есть интересные авторы каналов, которые готовы чем-то поделиться, мы вполне сможем с ними по скайпу то же самое записать, как мы сегодня с папой записали, вот, и тоже получится интересный контент. Для связи вы можете использовать наши группы в ВКонтакте и в Фейсбуке, не пьем, а дегустируем, ну и, естественно, писать в комментах. Кроме того, на сайте ресторанр.ком есть форма обратной связи, куда вы тоже можете мне написать. Большое спасибо за внимание к каналу, всем здоровья, пейте меру и берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова